Продолжаем выпуск. Большая наука Атомграда. В Волгодонске возрождаются отраслевые научно-исследовательские институты. Филиал Национального ядерного университета МИФИ уже успел завоевать статус одного из самых престижных вузов города. Примечательно, что на базе этого учебного заведения развивается и наука. Научно-прикладные разработки, которые внедряются на предприятиях атомной отрасли. Каких успехов удалось достичь и каков потенциал волгодонских ученых-атомщиков? Ответ в нашем сюжете. В Волгодонске под эгидой государственной корпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом» развивается большая атомная наука. Филиал Национального ядерного университета МИФИ сегодня – это не только кузница профильной подготовки специалистов для отрасли, но и серьезные научно-практические разработки. В настоящее время отраслевая наука у нас испытывает определенный кризис и университету, Национальному исследовательскому ядерному университету, как раз удается сконцентрировать под своим, так сказать, крылом, вот те кадры, которые имеют опыт и имеют уже определенные заделы для конкретной научно-исследовательской деятельности. Сегодня отраслевая наука совершает прорыв. Разработки ученых-ядерщиков внедряются в самых разных областях – от медицины до космоса. НИИ «Энергомашиностроение» работает с тематикой атомных станций и подводного флота. Директор научно-исследовательского института Виктор Никифоров знает по опыту – для научного творчества нужны стабильность и серьезная поддержка государства. Период безвремени прошел, считает руководитель. Отраслевая наука поднялась с колен и строит смелые планы на будущее. Сегодня основной заказчик Волгодонского НИИ «Энергомашиностроение» – концерн «Росэнергоатом». Образование здесь не явно мифит. То, что инициировала атомная станция, или мы говорим о том, что инициировала концерн, о создании такого кластера, научно-производственного кластера в городе Волгодонске, как южного форпоста атомной промышленности России. Я считаю, что в этом величайшая заслуга, очень большая заслуга. Изыскания волгодонских ученых-ядерщиков лежат в плоскости поддержания эксплуатационной надежности и безопасности оборудования атомных энергоблоков. Эти разработки сегодня применяются на Билибинской, Калининской, Нововоронежской, Балаковской и, конечно, Ростовской атомных станциях. Рядом с наукой развиваются и смежные городские производства, заказы которым тоже обеспечивает атомная станция. Те организации и институты, которые в городе есть, и такие промышленные группы, которые в городе есть, которые работают в том числе для изготовления оборудования атомных станций, я абсолютно это вижу, что они получили такой новый толчок в развитии, в жизнь городскую с точки зрения промышленного производства, с точки зрения конструирования, ну и с точки зрения науки, вдохнулась такая новая, свежая струя. Создание в Волгодонске такого научного форпоста, как филиал МИФИ, один из социально ориентированных проектов реализации государственной программы перспективного развития атомной отрасли, направленных на поддержку городов присутствия атомных станций. И через несколько лет вполне возможно, что Волгодонск может смело претендовать на звание «Наукограда». Виталий Никулин, Евгений Иванков, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.